так а вам друзья ребята сегодня 16 декабря того язык но у меня получилось приехать туда вот ага с нами сказки лена приехали наши девчонки дед садибря те наши здесь рядом стоят как обычно здесь конторских больше и полицейских больше чем гражданских активистов полицейских кардонов журналисты есть кто и здесь с кмбч есть андрей с настоящего времени есть вот наши девчонки они с белым платком их сразу можно понять что это наши я на пару комментариев и ахазаша не ищен келеды с ползирает а на старт мен келесе дебим и куму он был вернула жару за аган казахтардынулим не киналя паркшин берден жопа таргулын басынан а ага брейк сез келес пасмаза ара мара следования джерги зуын калабе темы расследование То есть, 86-й и 11-й жил, да? В 86-й жиле, мы, дайл-казыр, жюе тұрған кезде, біз онып толыққанды ашалмаймыз. Ауырты тегені, осы тавелсіздік алғаннан кейін. Біз тавелсіз мемлекет деп тұрғанның өзінде, 2011-й жылдың масқарасы енді шығып жатыр. Не болды, 2011-й жыл, да? Емес тек қана атыс болған емес, біздің өзіміздің қазақ қандас бауырларымыздың қолдарынан, қаяқтан, соққыдан, қаза тапқан адамдар қанчама. Оларды мынау кезінде фашисттер, геноцидтердің барлығын өзге ұлыптар жасаған. Ал тавелсіздік болып тұрып, бейбіт күні, ұна үкіметті кетсін деп емес, жалақымды, еңбек ақы маңдай серімді, берінгерде талап қойған азаматтарды ұнау соққыға жыққан қаза еткен, ұна үкімет соған жауап берсін. Қасымовтың кеткенінің талап етем. Одан кейін қазғы мұнау осы түрмеде отырған Арын Атабек, Макс Бұқаев, Мұхтар Джакешіп. Мұна кешегі қаршадай мұна бес. Тұрт баланың әкесі Ержан Елшібаевтың түрмеге кеткені мен үшін өте қау, мен өзім баламның ұлымның қызымның ертенгі күніне уайымдаймын. Құдайдан қорқамын, үшіндықты айтамын, адресімді білесіздер. Бүгін мен түн үйден қашып отырмын. Мен не себептен мен үйден қашуға мәжбір болу керекпін өзімнің елімде. Талабынды қойуға менің құқығым бар. Саяси тұтқымдарға бостандық берілсін деген. Аға бірек үш өз айтасыпы? Аға бірек үш өз айтамын. Бүгін күніміз мүні кей көрбөтсіздер біне белтенділердің бәрі жин алып. 86 жылға 11 жылға құрбан болғандардың бәрін еске алып. Иманды болсын арттар қайырлы болсын. Қайырлы болсын. Құрсының кейін мұна жазықсыз отырған жол достарымыз бәрі жа кешіп бар. Арон атабек бәріне бостандық тілеп. Олардың атай берсек ол көп жазықсыз отырғандар. Солардың бәрін босатылың талап етеміз. Енді бәрліға қайырлы болсын дейміз. Қазақты, Қазақ осындай мететін табалайтын күнге жетті. Кім боласыз? Жоқ, Қазақтаның мұна қызы қоған белсендісі. Сіз кім боласыз, нен үшін түсіріп тұрсыз? Ейесімі Мұхамедова дияны қайырбек қызы қоған белсендісімін. Мен қашпаймын, экстремист демеспін. Мен сіз сияқтың Ақтыуден келдім. Мен қазақтың ұқсаның үшін ұшығаты олған. Атыңыз кім? Жаслаңыз, Қазақтыңыз? Неге түсіріп үндері? Жаслаңыз, Әкен келгенізі. Айтаберіңіз қазақша. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Орсын шығарған жоқ. Шығарған жоқ. Шығарған жоқ. Шысын басталды 16-шында. Да, садан кейін, меселе орыс-Казақтан болған жоқ. Мы жерді, аңгіме болай да болды. Орыс-Казақ емес. Орыс болсын, бірақ, Қазақстан-ған адамы сайлану көрек деген әңгіме болды. Добро пожаловать в Казахстан! азаматы осында о старых арсишка жопы дай он дай бога старых мастера ворсказок динаме москвадан гелген и переговоры казан из бюро бюро ментала а сосны она не айхай басалду шахасе а сосны интернет-тезазуатор официально и шадангой от спутки а брақ не официально жүз адам газа тапты дед сегалай эллес ясен ажанам ильген неге ольги неге ольги неге ольги неге ольги неге ольги неге больше спортсманы меніне очень вайт күргында айт күргында дөрбайда 99 үшін дин 99 түргында күллбіктян қазақтың месігейтін түртт үшін күл мән гүркүр үшін дүйесін есен бақыны болған бен өтер байдам қайт'tі бұл біраған мүнеге Казахстан, Казахстан, Казахстан 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 Солның арматындың жатар, улыбак сауына Сауи. Идет он был жален. Вдруг он был в Афишке, и он был в Талгат Испаеве. Он говорил в Телман. Он был в Телман. Он был в Телмане, и он был в Телезиден. Здесь мы с Сауфталом, ама галд? Сауфталом сауына. Сауфталом сауына. я был стою. Чё же с 21 годом? Да, вот 20 годом. А это 21 годы? Ищем Лимфе. В 2016 году я вышел в 2010 году. А в 2016 году я hatte секрет, о чем вы знаете? В 2016 году я получил 1860 год. Эрнаково Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Шаймерден, Нуржанов. Ага, айта вернись, хадай бойыныши бар. В этом году я участвовал в 1986 году. Я был в Казани, и поэтому я это... Берт, с фейсбука, да? Канад, мои друзья. Наша молодежь вышла по зову сердца. По зову сердца все-таки здесь говорят, что была организация, что кто-то организовал это. Возможно, даже пусть они были, ну, результат того, что кто-то использовал их, но в любом случае наша молодежь выразила свое мнение, свое желание, свое... Вот хотя все это проходило под коммунистическими и ленинскими идеями, но в результате она все-таки выразила свое желание быть... Хорошо выразила, она превратилась в трагедию. Да, превратилась в трагедию. Ну, потому что, ну, во-первых, это была молодежь, она не могла организоваться, никто их не повел. Просто... Назарбаев говорит, что он их повел. Нет, он этого... Он пишет, что Назарбаев говорит, я повел их. Это он уже на третий раз сказал. Фактически, единственное, вот я, насколько я знаю, слышал, это... Единственное, Улжав Сулейменов попытался что-то сказать, но его в результате никто не слышал. Вот. И получилось спонтанно выражение своего, молодежь, ну, как сказать, без всякой организации, без... Какие уроки? Уроки? Да. Ну, уроки... Из этой трагедии. Уроки то, что результат все-таки подорвали основу вот этого Санилова. Да, союза. Да, это первый удар был. И это... Потом оно как цепочка, как домино. Все, понял. А что можете сказать по поводу 2011 года, Жанна Узин? Это вообще... Тяжело сказать. Это... Будучи... В руках наших... Ну... Наши нации. И такое отношение к рабочим, это... Не поддается никакому объяснению. Вообще, это... Это провокация. Это была самая настоящая провокация. С чьей стороны? Ну, со стороны властей, потому что все-таки боится. Шал боится. Шал боится. Шал боится. Шал боится. И вот в результате своей боязни, он даже не знал, как это... Можно же... Ну, поступить... Это... Поступить по-другому совершенно. Во, самообразие. Вот. И поэтому... Противидеть. Это... Ну, это боль. Это... Страшную боль. Приказ главнокомандующего все-таки? Нет. Приказ главнокомандующего, что в 2011 году так и будет. Да? То есть, это не могло произойти просто по приказу участкового, правильно? Нет. То есть, эта бойня была организована... Им приказали все. Им приказали. Да. Приказ откуда был? Понятно. Понятно, ясно. То есть, только главнокомандующий мог приказать. Да. Все, понял. Рахмед. Пятая палата все-таки пришла, да? Да. Салам. Кейсеры. Счастливых. Плохо. Постоянно. Постоянно. Свои, да? А то. Здесь одни конторские. Блин, сюда посмотришь, наушники. Сюда посмотришь. Сюда посмотришь. Сюда посмотришь. Я уже подкрытала. О, блях, муха. Наши. Все, наконец-то прорвались наши. Это наши пацаны. Все, никого не бойтесь. Главное держаться вместе. А то я здесь смотрю, бля, одни кондочники. Её просто. Здесь уже дверь. Там ты видишь, ты отвалил. Вера Васильевна, она потеряла сына, потеряла мужа. И очень травмирована у неё ситуация. Тяжелая у неё ситуация. Прямой эфир. Но она немножко не права. Эта тема немножко другая. У неё всё выходит из этой. Я вот ещё хотел свои отношения. Толготор Раскубеков здесь, да? Его братишка, да. С козлиной бородой, которая. Да, это вообще не поддаётся никакому объяснению. Да, он здесь ходит. Который хотел сломать наши ноги и разворотить наши челюсти. Да, кстати, он официально это сказал, что кто сюда появится, он ноги им сломает. Интересно, это была официальная угроза. Это братишка Толготор Раскубекова. Толготор Раскубекова. Это вообще не поддаётся никакому объяснению. Настолько зомбирован парнишка. Просто я такой узнал. А раз на позиционном приходим почти в память о них. А он так говорит. Как это можно понять? Как это можно понять? Поэтому нам надо... А, Савсенбеков, да? Нет, нет, нет. Раскубеков. Это герой... Герой, которого... В 86-м году. ...проговорили о смертной казни. Его братишка сказал, что кто выйдет сюда. А он так говорит. А братишка сказал его, что если кто сюда появится, я ему ноги переломаю. И есть фотография, где он с болжаном Байбеком в обнимку с совместителем председателя Нур-Отана. То есть вопрос к прокуратуре, вопрос к правоохранительным органам. Человек прямо угрожает людям, да? Причем официально. И почему его не арестовывают и ничего не говорят? Вот это удивительно действительно. Удивительно, да? Никакой реакции. Это, получается, избирательная наша ответственность, уголовная ответственность получается избирательная. Это не поддаётся никакому нонсу. Поэтому это непонятно. Куда смотрит тогда прокуратура? Причем во весь эфир это говорит, не скрываясь, что ноги сломают. И он здесь находится, кстати. Рядом стоит заместитель председателя Нур-Отана, да? Да, да. Ну, Баужан. Ятко, ятко. Ятко, ятко. Все, Булашак, потрепла их. Надо все, сну, Горопа, Кшкине. Сну, Горопа. Политически подкованный. Ты вот рядом с такими, которые себя неправильно подносят. Ну, ладно, обработали этого молодого парня. Но поймёк все же Кшкине. Нем был Горопа. По Булашаку учился. Он учился за счёт бюджета, да? Да. То есть Германия до Ухода Кшкине, Ален до Курды. И после этого фотографируется человек, который угрожает обломать ноги. Всем, да? Ассаламалькум. Вот это наша Наталья. Это... Наталья же, да? Да. Она с нами выходила на массовые пикеты на Арбате. Я выходила... Требовала свободу политическим заключённым. Вы зачем сюда пришли, Наталья? Зачем? Да. Отдать дань, помянуть тех, кого уже нет. Кого уже нет. Вот. Кого уже нет. Я не могу равнодушно смотреть на этих мальчиков, которые... В 86-м году, которые погибли, да? В 11-м году. И в 11-м году. На день. Да, да, да. Это просто... То есть для вас это день памяти, это не праздник, правильно? Нет. Это не праздник. Траурный день. Это траурный день. Все говорят, что это траурный день. Траурный день, да. Ну, нельзя, чтобы так было. Это же горе. Это горе, да. Это горе. И я за тех людей, кто этого горя больше никогда не допустит. Вот я за добро, которое победит зло. Ну, говорят, добро должно быть с кулаками. Я женщина, я мать. А, вы женщина, вы мать. У вас материнский инстинкт. Я не знаю, но если надо, ну, хотите вот кого кулаком ударить. Если мы кулаком... Ну, все пойдет. Не, это неправильный вопрос. Понимаете, я... Я считаю, что мы живем не в каменном веке. И все надо решать по-доброму? По-доброму надо решать. Надо, чтобы народ не плакал. Не голодал. Ну, если он голодает и плачет, то почему? Ну, понятно почему. Не потому, что они такие плохие. Вот почему? Что я? Плохая, да? А у меня пенсия 60 тысяч. И на что мне ее хватает? 25 тысяч тенге коммуналка. А там живи. Ага. Зуб не могу починить. Ага, пойдемте послушаем. Наталья, пойдемте. Это вот этот братишка Рискульбекова, который обещал нам ноги сломать. Баврум Хасмдаву. Это вот человек, который обещал нам ноги переломать. Послушаем его. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok